Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Одной из причин, по которым большинство западных стран нынешней весной приняли беспрецедентные карантинные меры, стали труды одного единственного человека, о котором вы, быть может, даже и не слыхали, британского ученого по имени Нил Фергюсон. Фергюсон — профессор одного из лондонских учебных заведений, но кроме того, он своего рода международная звезда, и прославился он главным образом благодаря мрачным прогнозам о пандемиях. Уханьский коронавирус будто бы напугал Фергюсона особенно сильно. Однажды он даже заявил, что этот вирус может по последствиям стать сравнимым с бушевавшим в 1918 году испанским гриппом, в ходе пандемии которого погибли более 100 миллионов человек. 28 февраля нынешнего года коронавирус стал распространяться в Европе, и Фергюсон публично высказывался в пользу именно китайской модели карантина. Обратите внимание, в тот момент, когда Фергюсон произносил слова, которые вы сейчас услышите, в интернете распространялись кадры, на которых уханьские полицейские затаскивали вопящих граждан в грузовые фургоны и везли их куда-то на интернирование. Фергюсон наверняка знал, что китайское правительство приняло в Ухане радикальные и абсолютно негуманные меры, но все равно высказался в их пользу. Вот как серьезно Нил Фергюсон воспринимал этот вирус. Необходимо предпринять, так сказать, общественные меры, которые были применены, в частности, в китайском Ухане, и цель которых — снизить число контактов между членами сообщества. Среди важных мер, во-первых, можно назвать такое. Если у человека есть любое респираторное заболевание, простуда или что-то подобное, он должен оставаться дома до тех пор, пока симптомы не перестанут себя проявлять. На вид вроде бы степенный такой ученый, и вдруг он высказывается в поддержку уханьских мер. На это обратили внимание лидеры по всему миру, прислушивались к рекомендациям Фергюсона. Они ввели ограничительные меры в отношении всего населения своих стран. А британское правительство даже попросило Фергюсона, как члена консультативной научной группы по чрезвычайным ситуациям, помочь в разработке собственных карантинных мер. Фергюсон был только рад, и при его участии власти парализовали все Соединенное Королевство. Вот только как оказалось, сам Фергюсон в соблюдении подобного режима заинтересован уже совсем не так сильно. Как сообщила газета The Telegraph, Нил Фергюсон игнорировал собственные ограничительные меры. И пока остальные лондонцы, как, впрочем, и остальные британцы, оставались дома в заперти, Фергюсон регулярно приглашал к себе в квартиру свою любовницу, чтобы заняться с ней сексом. А самая, наверное, поразительная деталь всей этой истории в том, что Фергюсон в этот момент был заражен коронавирусом. Нил Фергюсон заболел и выявил у себя вирус по результатам тестирования еще в середине марта. И известно нам об этом потому, что он сам тогда об этом публично заявил. А вскоре после этого он пригласил к себе любовницу, и, сделав это, подверг риску заражения смертельно опасным вирусом как саму женщину, так и ее мужа и детей. Когда ему сегодня стали задавать вопросы, Фергюсон отреагировал так, цитирую, «Мои действия были продиктованы убежденностью в том, что у меня есть иммунитет». Может ли человек, переболевший коронавирусом пару недель назад, оставаться разносчиком инфекции? Нам это точно неизвестно. Что-то знаменитый ученый Нил Фергюсон как-то подозрительно невежественен для человека своего статуса в вопросах науки. А кроме того, он, конечно, ужасный лицемер. И он такой не один. Так себя ведут очень многие из тех людей, которые принимают решения. Раз за разом, почти машинально, они делают именно то, за что нас сами же наказывают. А когда их на этом ловят, они даже не говорят, что им стыдно. Они совершенно не способны посмотреть на себя со стороны и не имеют ни малейшего представления о том, насколько абсурдно выглядят. Они сами себя дискредитируют и даже этого не осознают. Субтитры создавал DimaTorzok